Самарские новости спорта Самарской федерации баскетбола, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады Андрей Кириленко. Мне очень понравилась борьба, ребята молодцы бились. И уже я вижу 3-4 человека, которые, на мой взгляд, будут претендентами в нашу национальную сборную юношескую. Ребята умеют играть и стараются, бьются, и они активные. Это самое важное в таком возрасте быть активным, агрессивным. Главный поединок первенства страны начался в равной борьбе, а вот вторая четверть осталась за армейским клубом. На большой перерыв Самара ушла, уступая сопернику 15 очков. Чтобы обыгрывать ЦСКА, нужно быть на другом психологическом уровне. Нужно ни один турнир провести, ни одну тренировку в таком режиме. В третьей четверти Самара вернулась в игру к середине периода. После рывка в 15 очков самарцы практически настигли москвичей. Счет на табло показывал минимальное отставание 36-37. Однако ЦСКА остановил свое падение трехочковыми попаданиями и уверенной игрой под щитом. И даже смог закончить четверть с комфортным преимуществом 46-40. Была очень тяжелая игра, мы старались, мы бились. Мы взяли тайм-аут, вроде как бы собрались и начали опять играть жесткую защиту. И вроде как все получилось. У нас защита, защита хромала. И как бы они делали одно и то же нападение, одно и то же взаимодействие, а мы на этом прокалывались. Они сбивали одни и те же очки и не могли с этим разобраться. В финальной четверти расставила соперников по своим местам. Самара не смогла продолжить в том же ритме, что и в третьем периоде забивать голы. А более мастеровитый ЦСКА давил игру до победного конца. Хотя стоит отметить, Самара сражалась до последней секунды и даже подарила болельщикам надежду на чудо. Всего минус 6 за минуту до конца матча. Но москвичи своего не упустили. 65-57 итоговый счет. Самара завоевала серебряные медали первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Этот результат шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, когда команда стала третьей. Индивидуальные призы получили Дмитрий Гусенков как лучший разыгрывающий и Дмитрий Халдеев лучший центровой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.